Мало кто находит выход. Некоторые не видят его, даже если найдут, а многие даже не ищут. Что толку в книжке, если в ней нет ни картинок, ни разговоров? Сейчас объясню. Пойдем со мной, я тебе все покажу. У меня есть волшебный ключ, который открывает любую дверь. Учитель помогает получить ключ к желаемой двери. Это был веселый понедельник, Маргарита. От улыбки хмурый день светлей. С самого утра с улыбкой встречаю ребят в холле лицея. Настраиваю их на позитивный лад. Это очень важно, вдохновлять детей на новые открытия, знания, достижения и победы. Вера ребенка в себя помогает ему самореализоваться, а это залог успеха. Каждый свой урок я делаю увлекательным, чтобы он развивал у ребят интерес к творческой и мыслительной деятельности, а также способствовал формированию читательской грамотности. Своими уроками я стараюсь воспитывать уважительное и доброжелательное отношение к людям других культур и национальностей, чувство гордости за свою страну и язык. С ребятами я погружаюсь в мир английского языка. Мы поем и танцуем вместе с популярными персонажами мультфильмов, читаем сказки, известные лицеистам с детства. Как любой учитель, я люблю переменки и нам на них скучать не приходится, поскольку в это время дети имеют возможность реализовать себя творчески и показать, чему они научились на уроках. Здесь и раскрывается их потенциал. Кто-то поэт, а кто-то танцор, а у кого-то лучше всего получается петь. Это помогает моим коллегам разглядеть в ребятах искорку таланта. Вся жизнь театр, а люди в нем актеры. Именно сцена дает возможность ребенку попробовать себя в разных ролях, примерить на себе ту или иную жизненную ситуацию. Во внеурочной деятельности мы с лицеистами ставим театральные постановки, которые помогают им раскрыть свой творческий потенциал. Своим опытом работы я делюсь с коллегами, и вместе мы стремимся воспитать личность, способную применять свои знания в условиях реальной жизни. Мама, я все поняла. В книге главное не картинки и разговоры, а пространство для воображения. Умничка. Видишь, какая интересная жизнь у нас в лицее. По-моему, это уже другая история.